Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, доброе утро, прекрасного дня, и мы продолжаем изучать Тору, и сейчас есть удивительная возможность не просто ее изучать, а видеть, как все работает, как все, что мы уже изучили в книге «Экклезиас», например, как все сбывается, что там написано прям, начинается «все Эвелевелим», «все это иллюзия», «эвелевелим» — это иллюзия иллюзий, пар паров, и мы видим, как сейчас все вот эти вот планы прочные и так далее, все они вдруг превратились в пар, а то, что казалось непрочным, вот, например, вот мы сидим, изучаем Тору, оно как было устойчивое, так и есть, то есть Тора вечная, есть вещи, которые важны, ничего не поменялось. Хорошо, друзья, давайте собираемся и продолжаем изучать притчи царя Соломона. Сегодня очень нам повезло, что мы уже подошли к одиннадцатой главе, сегодня мы начинаем одиннадцатую главу и ждем сейчас, как соберутся все, так мы и начнем. Да, сейчас как дела, как Фейсбук? Сейчас Фейсбук не выдерживает нагрузку, вы знаете, интересно, что сейчас в онлайне, просто все сидят в онлайне, а чем еще заниматься? Все закрыто, офисы не работают, то есть у меня, например, полностью мы перешли на домашний режим, пятьдесят человек сейчас из моих сотрудников, все сидят по домам и все сидят в Фейсбуке. Яков Шататин, привет, вот как выдержит Фейсбук, непонятно, как это, Фейсбук, Инстаграм, ну, я надеюсь, что выдержат. Виртуальный мир, он, то, что кажется менее прочным, окажется более прочным. Все, Яков Шататин с нами, значит, мы начинаем, начинаем наш традиционный урок, одиннадцатая глава, первый отрывок, первый отрывок одиннадцатой главы в притчах, он звучит так, звучит так, Значит, что значит этот отрывок, давайте разберемся. Значит, если дословно переводить, то получается следующая вещь, Мазны Мирма, это весы обманные, раньше как взвешивали, раньше взвешивали так, вот были весы, были такие камешки, я еще помню вот эти вот дирьки, такие веса, диря, там одна диря весит сто грамм, другая пятьдесят грамм, третья там пятьсот грамм, ты приходишь на рынок, вот такие вот весы стоят, и, значит, на одну чашу весов она ставит килограмм, на другую чашу весов она кладет продукт, например, там яблоте, и накладывает, 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 и в какой-то момент диря и продукт, они сравниваются, и она говорит, все, с вас, значит, сто года денег. В советское время продавцы обманывали, и не только в советское, мы видим, что три тысячи лет назад, раз в Торе уже сказано, что будет у тебя мера одинаковая, то есть это Бог сказал, что была мера одинаковая, что было честно, это сказал Бог прямо в самой Торе, и здесь нам царь Соломон, он добавляет, что лживые весы, весы обманные, это мерзость перед Богом, а Эвеншлема, а цельный камень, настоящий, это его желание, значит, Бог сказал, это прям запрет из Торы, обманывать мерами, то есть как делали продавцы, они, например, могли на пустую, вот эта вот пустая чаша весов, куда они клали товар, они могли приклеить что-то тяжелое, и эта чаша, она уже изначально была тяжелее, и когда на нее клали товар, то нужно было положить меньше товара. В общем, они обманывали и делали нечестную меру, то есть дирики у них были подпилены, например, диря, которая написана на ней была килограмм, она могла весить 800 грамм, и они на каждом клиенте, они 200 грамм обманывали, и получалось, что за день продавец, который стоял за весами, если он был обманщик, он мог себе наворовать очень много. Теперь, значит, говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, он нам говорит так, что если у тебя есть вот эти вот обманные весы, то есть если ты обманываешь своих клиентов, покупателей, то что это мерзость перед Богом, то есть Бог это запретил делать вообще. Но здесь это не открытие особое, да, зачем об этом писать, об этом уже в Торе написано прямым текстом, что пусть у тебя будет мера честная. Здесь открытие в этом отрывке, что когда у тебя честная мера, то это желание Бога, и это уже заповедь. Казалось бы, если ты делаешь честную вещь, то какая тебе положена награда? Но мы видим, что Бог, Он как сделал очень интересный мир, то есть Он же хочет миру, Он хочет людям сделать добро. Но иногда это добро, оно приходит через сложный какой-то путь. То есть человек должен что-то преодолеть, чтобы получить добро. Но Бог же, Он любит мир, в чем проявляется Его любовь? Что даже если ты просто делаешь честно, уже за это, это желание Бога, за это есть награда. Понятная идея, да? То есть милость, любовь Бога, она проявляется в том, что даже если ты просто делаешь правильную, честную вещь, тебе уже за это положена награда. А как Он так сделал? Потому что делать нечестно, у человека есть соблазн. Есть у человека соблазн делать нечестно, есть у человека соблазн обманывать, есть у человека соблазн грешить, там, вожделения разные и так далее. То есть Бог специально так сделал, чтобы у человека было, прямо написано в начале Торы, что Бог сделал злым, плохим сердце человека от рождения. То есть мы помним первых два сыновья Адама первого человека, Каин и Эвель. Каин убил Эвеля. Страшное дело. Каин убил Эвеля. И как это? Ну, как такое может быть? Это дети первого человека, Адам решено. И, значит, вдруг один из них убивает второго. Потому что, и Бог прямо сказал, сердце человека плохое от рождения. И преодолевая вот это свои влечение к плохому, человек, он получает, что награду, просто если делает правильно. То есть мы видим из этого отрывка, что есть заповеди повелевающие, то есть то, что ты должен делать. Обычно то, что ты должен делать, делать не хочется. И когда ты выполняешь повелевающую заповедь, причем многие заповеди очень странные, не хватает, человек говорит, не может быть, чтобы Бог сказал, что в субботу нельзя работать. Ну, как такое может быть? Вот если бы я был Богом, я бы по-другому сказал. Или человек говорит, ну, не может быть, чтобы Бог сказал, что свинина, например, евреям запрещена, да? Ну, не может быть. А, наверное, это люди придумали, тогда было жарко, не было холодильников, а сейчас есть холодильники. Вот если бы я был Богом, я бы подумал, что написал бы в Торе, когда холодильники появятся, свинину можно будет есть. Это все человеческие идеи такие, да, игры ума. А по факту Бог сказал, это делай, это не делай. И когда ты выполняешь заповедь Бога, тебе есть награда, а когда ты воздерживаешься от нарушения, вот здесь как раз в этом и есть открытие этого отрывка, что лживые весы, мерзость перед Богом, мы знаем, это запрещено. Но если ты делаешь честно, это уже ты выполняешь его желание, за это тоже есть награда. То есть воздерживаясь от преступления, ты как будто бы делаешь правильный поступок. Понятно, да, идея? Потому что преступления делать хочется, Бог сделал их привлекательными, заповеди делать не хочется, и на этом преодолении ты растешь. То есть любой рост, любое развитие, оно происходит на преодолении какого-то сопротивления. Так происходит в спорте, ты хочешь вырасти, стать сильнее, поднимаешь вес, ты сопротивляешься, тебе тяжело, и ты растешь. Ты хочешь стать выносливее, ты бежишь, тебе тяжело, сердце бьется, все, но ты становишься выносливее. В духовном плане ты не хочешь делать заповеди, ты их делаешь, ты растешь духовно. Ты хочешь делать преступления, ты их не делаешь, ты растешь духовно. Все. Это то, что становится понятно из первого отрывка. Все в этом мире хорошее приходит через сопротивление. Все плохое, с горы легко падать, то есть грешить легко, все плохое идет само собой. Дальше, второй отрывок. Ты осознанно начинаешь спорить с божественными заповедями. Значит, приходит позор. А скромным людям, те, которые скромные, они говорят, послушай, я не знаю, даже эта позиция, она очень такая скромная. То есть человек говорит, как я могу про Бога рассуждать? А что вообще? Где я, где Бог? Известна у меня одна из любимых историй, когда один римский наместник спорил с евреским мудрецом, с Раби Ативой. И он говорит ему, вот Раби Атива, если, говорит, ты бы мне Бога показал, я бы в Бога верил. А так как я Бога не видел никогда, я в Него верить не буду. Раби Атива ему говорит, я тебе завтра покажу Бога. Давай, завтра ты на Него посмотришь, тогда ты начнешь верить. Тот говорит, ну давай, очень интересное предложение. Как я могу Бога увидеть? Раби Атива говорит, все, встречаемся завтра в полдень, в 12 дня. Это было дело в Иерусалиме, шел разговор. Встречаемся, и я тебе завтра покажу Бога. Встречаются они завтра в полдень, лето, Иерусалим, солнце светит, просто слепит. И Раби Атива ему говорит, так, смотри, вот сейчас смотри в центр солнца, и через 5 минут ты увидишь Бога. Тот ему говорит, послушай, я не могу 5 минут смотреть на солнце, это нереально. У меня глаза не выдержат, я сгорю, то есть как я могу смотреть на солнце? А Раби Атива ему говорит, послушай, ты даже на солнце не можешь смотреть, ты сгоришь. А как ты хочешь Бога увидеть, который создатель мироздания, и который дает энергию всему мирозданию? Как ты хочешь увидеть основу мироздания, которая дает энергию всей вселенной? Как ты вообще можешь про это рассуждать? И римлянин понял, что его запрос, это был как раз вот эта вот гордость, высокомерие, самовозвеличивание. И когда человек пытается что-то там еще рассуждать о Боге, создателе мироздания, он должен вспомнить второй отрывок в 11 главе притчи царя Соломона, что приходит высокомерие, и приходит за ним посрамление, то есть приходит за ним колонн, это позор, и у скромных мудрость, а тот, кто скромный, скромный это тот, кто не выделывается. К ним приходит мудрость и понимание. Это простая отдельная метафора есть, когда пришли к какому-то мудрецу ученики учиться, и он им говорит, давайте вначале чаю попьем. И когда он начал им наливать чай, он в какой-то момент наливал из чайничка, чашки наполнились, и чай начал переливаться через верх. И они ему говорят, учитель, а как же вот ты льешь чай, он же переливается через верх чашек. А он им говорит, это был первый урок, что если ты думаешь, что ты знаешь, то ты уже как полная чашка, в тебя никакое знание не влазит. А если ты понимаешь, что ты не знаешь, ты скромный, тогда тебе открывается ворота для мудрости. Так вот высокомерные, которые думают, что они знают про Бога, к ним приходит позор. Например, есть такой, был физик, физик, ученый, который всю жизнь просидел парализованный, и он как, был полностью парализованный. Хоптинс его, по-моему, была фамилия. И он выступал против Бога, он говорил, что зачем нам нужен Бог, это все смешно и так далее. И вот он сидел в этой парализованной, в этом кресле каталки, и не мог пошевелить ни пальцем, ни рукой, ни ногой, ничем. То есть это как раз о том, что когда ты начинаешь выступать против Бога, так приходит позор. А был скромный Исаак Ньютон. Исаак Ньютон, который говорил, понятное дело, что Бог, Бог, он велик, он создатель мироздания. Исаак Ньютон, он был не меньше физик, чем этот Хоптинс. Тем не менее, он признавал Бога, и он понимал ограниченность своего мышления относительно божественного. Понятно? Это как раз об этом отрывке, что приходит высокомерие, придет за ним позор. То есть те люди, которые выступали против Бога, они, естественно, потом очень сильно по этому пострадали. И есть, например, два примера из мира высоких технологий. Верующий Билл Дейтс, который признает Бога, и неверующий был Стив Джобс, который Бога не признавал. Два великих человека, один живет до сих пор, занимается благотворительностью, спасает людей, спасает мир. И верующий человек верит, что есть у мироздания создатель, творец, который им управляет. И есть второй, который неверующий. Есть Эйнштейн, который признавал, что есть какое-то начало, но не верил в его персонифицированность. Он не верил, что у Бога есть какие-то пожелания относительно людей. Бывает такое, да? То есть он не верил, бывает человек, бывает верит, бывает не верит. Каждый живет в своем придуманном мире. Но когда человек знает, что он всего лишь человек, который живет в придуманном мире, то тогда он скромный и он открыт для каких-то мнений, для каких-то знаний и так далее. Как только человек становится высокомерный и говорит «я знаю», то в этот момент все, к нему приходит позор. Есть известная история, как один папа, отец, он своего сына воспитывал. Знаете, как каждый отец, он своего сына воспитывает и передает ему свою модель мироздания и пытается ему прямо ребенку объяснить, что почем. Ребенок все это впитывает и даже не проверяя, попадает в тот мир, который ему построили его родители. Так вот, в этой истории ребенок, папа объясняет ребенку и говорит, сыно говорит, те, кто категорично утверждают, что что-то вот 100% на самом деле, они ошибаются. Только дураки могут считать, что они все знают и что категорично утверждают, что они все знают и быть уверенными на 100%. Сын такой задумался, говорит, папа, ты уверен в том, что ты говоришь? Папа говорит, я на 100%. Я тебе отвечаю на 100%. То есть каждый человек живет в придуманном мире, в который верит. Нам сейчас царь Соломон объяснил, как открыть двери для настоящего знания. Скромным придет мудрость, высокомерным придет позор. Все. Это был второй отрывок из 11 главы притчи царя Соломона. Третий отрывок. Третий отрывок, он звучит так. Тумат, ешарим, танхем, веселев, богдим, ешадем. Значит, тумат это непорочность прямых танхем, она их проведет. Вот, веселев, богдим, а вот такая селев это извращенность, искривленность, богдим это предатель дословно переводится. Вероломный предатель, она их, ешадем, ешадем это она же их ограбит. Что это значит? Как может быть, что люди простые, прямые, скромные, их прямота и скромность проведет, а вероломность, порочность вероломных, она их погубит. Как? Как? Давайте посмотрим. Что такое человек прямой? Значит, в этом мире есть главный вопрос, который задает крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? С детства каждого ребенка, каждого человека интересует вопрос, что такое добро и что такое зло? Что такое хорошо и что такое плохо? И изначально, когда Бог, то есть, когда человек живет в концепции религиозного человека, он верит, что у мира есть создатель, этот создатель мир сотворил и сообщил людям через пророчество, зачем, почему и что такое добро, что такое зло, все это есть в Торе. Книга Берешит, вначале Бог сотворил небеса и землю, и земля была хаосом, и Руах, Дух Всевышнего, он трепетал над землей. Это все метафоры, есть внизу под каждым моим уроком, есть книга профессора Барриландского университета Натана Вейзера, он физик, он физик, астроном, там 100 научных работ, лауреат многих премий, почти нобелестный лауреат. Он там объясняет в этой книге, что имелось в виду в этих словах с точки зрения современной науки, то, что наука уже поняла о сотворении Вселенной, о появлении Вселенной. Там есть все научные объяснения того, что написано в Торе, можно книжку эту потом скачать, почитать. Но идея заключается в следующем, что тот человек, который принимает концепцию божественную, он называется прямой. Прямой, то есть у него все понятно, вот Бог сделал это добро, это зло, вот идеология. И я внутри этой идеологии работаю, женюсь, веду себя честно, у меня честный камень, я отделяю 10% на нуждающихся. То есть у этого человека все просто, у него есть конкретная система, по которой он живет. И он знает, внутри меня сидит животная натура, которая меня ведет к бесконтрольному размножению, разврату, жиротве и так далее. У меня есть мой интеллект, который управляет мной, должен мной управлять. Если я подчиняю свою жизнь Торе, то есть божественному знанию, то тогда я свой интеллект, свое самоосознание перевожу на следующий уровень. Перевожу на следующий уровень и попадаю в виртуальный мир, который называется рай, а потом в материальный мир, новая формация, которая называется грядущий мир. Все понятно, у религиозного человека система понятная. Теперь нерелигиозный человек, он живет в какой-то другой выдуманной концепции. Он живет в концепции, что когда-то были обезьяны, которые почему-то вдруг развились в людей. Какая-то, ну непонятно почему, это теория Дарвина, но как бы я верю, что да, да, наверное обезьяна вдруг научилась читать и писать. Вдруг у нее открылся какой-то чакра, а чакр нет, секундочку. Какие чакры? Какие чакры у материалистов и у вот этих вот всех, которые идут по теории Дарвина? У них нету чакр никаких. То есть просто обезьяна научилась читать и писать. Никаких у нее ничего не открывалось, духовности нет, ничего нет. Есть просто животная обезьяна, которая жила, жрала и сдохла. Это концепция человека неверующего, вернее верующего атеиста. И поэтому все эти психологи, которые объясняют, как работает мозг, они не объясняют, зачем он работает. И как вдруг так появилось, что этот мозг появился? Короче, есть люди прямые, прямые и непорочные, которые идут по божественной системе. И у них написано, она их ведет через любую ситуацию. То есть в любой ситуации религиозный человек, он знает все от Бога, я служу Богу, Бог меня спасет. У него есть надежда до последнего момента. Написано в Талмуде, что даже если острый меч лежит у тебя на шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. И религиозный верующий человек, у него все ему понятно, все ему ясно. Он делает то, что Бог ему велел делать, и Бог о нем позаботится. Неверующий человек, веселев, Богдим и Шадем. Неверующий человек, он должен, не религиозный вернее, все люди верующие, только они все религиозные. Атеист это верующий человек, который верует в теорию Дарвина. То есть он просто верующий в теорию Дарвина человек, человек верующий в обезьян, в Дарвина и в его гипотезу о том, как все развивалось. Так вот, он должен себе тогда все придумать, как себя вести, почему себя вести, зачем делать это, зачем делать то. Он должен разобраться во всех этих правилах, которые придумывают другие люди. А слушать ли других обезьян? Почему обезьяна другая должна мне указывать? То есть это тот, кто предает вот эту вот божественную изначальную систему, он попадает в мир вероломных, порочных, извращенных людей. А вы скажете, есть люди нерелигиозные, но добрые и честные? Наверное, есть. Наверное, есть. Мне только непонятно, почему они верят в то, что надо поступать так. Им кто-то сказал в детстве, объяснил, не Бог, а какой-то человек им объяснил, что так надо делать. Но какой-то человек объяснил, тот он передумал. То есть в Торе, когда рассказывается о первых людях, которые соединились с Богом, это был праотец Авраам. И он, когда приходил в Египет, место и дал поклонство, он говорил, вы знаете, говорит, я здесь боюсь, потому что нету здесь страха перед Богом. Люди, которые не верят, что они от Бога, не верят, что Бог добро и не верят, что как надо действовать по божественным правилам, они опасны. То есть они добрые до момента, пока что-то не произойдет. А потом они точно так же могут делать страшные вещи, если не страх перед Богом. Поэтому еще раз объясняет нам царь Соломон, что если ты человек прямой, прямодушный и непорочный, у тебя будет все хорошо. Тебя это, твоя вера проведет через любые ситуации. Если ты вероломный и такой кривой, то она же тебя и ограбит. Сейчас я приведу какой-нибудь пример, как вероломность вот таких вот хитрых людей, она же их и обманывала. Сейчас я вспомню пример из своей жизненной практики, вот современный пример, как люди, которые обманывали, как оно на них сказалось. Давайте посмотрим, да. Ну, в принципе, смотрите, далеко ходить не надо, далеко ходить не надо. Мы можем взять какие-то яркие примеры больших диктаторов, как плохо они заканчивали. Мы можем посмотреть вокруг себя на людей, которые обманывали. Я могу сказать, вот история из моего детства, которая меня тогда, ну очень сильно на меня повлияла. У меня родители были, то что называется, небогатые очень, но очень честные. И почему они такими стали? Мать, моя родная мать, да, она в детстве, когда была маленькая девушка, девочка еще, у них был дедушка, который содержал всю семью. Дедушка Миша его звали. Его в 50-е годы забрали в тюрьму, и в тюрьме он, сказали, он умер, сказали молодой, от разрыва сердца умер. Тогда в тюрьмах пытали, еще во времена Сталина. И у нее был дитий страх всю жизнь против того, чтобы попасть в тюрьму, против всяких нечестных дел. И она отцу всегда говорила, мне не нужны никакие деньги, ничего мне не надо, только чтобы тебя не забрали в тюрьму, будь честным и все. И у меня отец всю жизнь, она ему не давала заработать лишнюю копейку, чтобы все было честно, по закону и все. Теперь, и у нас, ну они были люди очень такие компанейские, общительные, и как-то мы пришли в гости к одной семье, какие-то соседи наших дальних родственников. И я такого богатства не видел никогда, это было еще в советское время, 80-е годы. Все в квартире, техника из Японии, там ну вообще бриллианты, ну то есть очень богатый дом. И я тогда был маленький мальчик еще, и я маме говорю, почему мы так не живем, почему мы не живем так богато, почему у нас этого всего нет. Мама говорит, потому что честно это заработать невозможно. Это невозможно заработать честно, и все, а я не хочу, чтобы было нечестно. Я тогда очень, я прямо меня это возмущало, я очень от этого страдал, помню как сейчас. Но прошло несколько лет, и если вы помните, в Харькове тогда арестовали, это было еще цеховити, вот в 80-е годы, арестовали целую группу там людей, чиновников и так далее. Он был в этой группе, и несколько человек расстреляли, ему тогда дали, по-моему, около 10-15 лет тюрьмы, и в тюрьме он умер через несколько лет, это был уже немолодой человек, он в тюрьме умер. И эта история, она мне врезалась в память, что ты можешь нечестным путем получить то, что тебе не положено в этот момент. Ты можешь, то есть ты можешь взять от жизни, забрать то, что тебе пока не положено честно, но потом за все нужно платить. И обычно приходит расплата, все, кто действует нечестно, я могу на своей памяти сказать, все люди, которые действовали нечестно, у них обязательно потом были большие проблемы. Я не знаю ни одного человека, который нечестным путем зарабатывал деньги, и чтобы потом ему не пришли какие-то неприятности, несчастья в его жизнь. А простые, прямодушные люди, они могут пройти всю жизнь, да, они могут быть не сильно богатые, не сильно известные, но они могут быть идеально счастливыми, прекрасная семья, прекрасное здоровье, и все будет хорошо. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов, хорошего, прекрасного дня, духовный рост, физическое развитие и профессиональное развитие. Сейчас мы находимся в периоде, когда надо сосредоточиться на этих трех вещах, духовное свое развитие, установить программное обеспечение, физическое развитие дома, сейчас многие там карантины и так далее. Каждый день, спорт, обливание, здоровый образ жизни, отжимания, все это время для того, чтобы стать здоровее и сильнее. И третье, профессиональный рост, то есть овладейте новым навыком, новой профессией, то есть сейчас есть время для того, чтобы сделать апгрейд своих профессиональных навыков, сделать апгрейд своих духовных навыков и сделать апгрейд своих физических навыков. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня.